И всем привет ребят, с вами Мистер Бак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и сегодня вместе с вами мы обсудим информацию связанную с киберспортивным танкофандом, который уже появляется и появляется его, можно так сказать, официальный анонс, пока без призов, без дополнительной какой-то инфы в этом плане, но то, что этот киберспортивный танкофонд будет, уже разработчики выкатили для нас информацию, ну и если вы ждали, если вы рады, так же как и я, этой новостью, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте, вы станете умоличный, так, так, темпе, дальше оформляете покупку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего киберспортивного танкофонда, то вышла вот такая вот анонсина с Summer Major 2024. Привет танкисты, до начала самого крупного турнира лето остается совсем немного, а значит пора рассказать вам все подробности. Страница турнира, есть страница как раз таки на танки спорт, ну и дальше, что такое киберспорт, пам-бам-бам, не играю в киберспорте, что делать, когда все начнется, ну и вот, что нам надо, когда все начнется, стадия претендентов стартует с 16 мая и продлится до 27 мая, из 24 лучших команд в этапе примут участие 16, занявшие нижние позиции в рейтинге, лучшие команды уже заработали право играть в следующей стадии, ну и затем пройдут матчи стадии легенд, здесь уже внимательно смотрите на цифры, так как они нам дальше пригодятся с 4 по 15 июня. Ну и вот, что самое главное, что все ждут, танкофонд будет, конечно куда же без киберспортивного танкофонда, прямо перед стадией легенд мы анонсируем киберспортивный танкофонд, прямо перед стадией легенд. Стадия легенд, теперь мы возвращаемся, пройдет с 4 по 15 июня, соответственно перед стадией легенд анонс данного киберспортивного танкофонда уже будет. Это значит, что в начале июня, либо в конце мая у нас будет анонс данного киберспортивного танкофонда. Сразу скажу, что как-то крайне-крайне рано в этом году стартует танкофонд. И это свидетельствует о том, что у нас не будет двух танкофондов подряд. У нас будет только один танкофонд летом и получается будет один танкофонд зимой. То есть вместо трех танкофондов, которые были у нас на протяжении двух последних лет, у нас будет только два танкофонда. Ну, по крайней мере, я так это вижу, что здесь уже трех танкофондов не будет и будет только их два. Потому что иначе, когда впихивать еще один танкофонд, я думал, что первый танкофонд стартует, например, в середине мая и будет до дня рождения игры. И потом там чуть-чуть пройдет времени, там, например, через недельку стартанет киберспортивный танкофонд. А тут получается по датам все таким образом, что стадия легенд начинается уже на день рождения игры, а до стадии легенд будет анонс киберспортивного танкофонда. То есть, по сути, у нас просто съели целый танкофонд. То есть, минус один танкофонд у нас получился. Может быть, он потом вылезет потом, попозже. А может, его и просто вовсе не будет, потому что у нас выкатили уже ивент дополнительный с фармом. И, быть может, Орех решил, что можно убрать один танкофонд от слова совсем. Хотя, если честно, традиция танкофондов на день рождения игры, как по мне, была очень и очень хорошая. Но, посмотрим, посмотрим, что будет в этот раз. Так, ну и что здесь еще? В стадии легенд вы можете выбрать команду фаворита, приобрести специальные предложения в магазине игры. И, таким образом, не только помочь своей любимой команде, но и получить шанс выиграть танкоины, а также заработать гарантированные призы за уровни танкофонда. То есть, за уровни танкофонда все так же само будут гарантированные призы. Здесь об этом информация есть. Тот, кто говорил, что вдруг переделают полностью танкофонд и танкофонд будет работать по-другому, тот уже не прав. Уровни танкофонда все так же само будут. Ну и получить шанс выиграть танкоины, это значит, все такая же система танкофонда с общим лотерейным призом. И возможностью заработать еще большое количество танкоинчиков. Вопрос лишь только стоимости. Вопрос, насколько дорого все это будет стоить. Да, и насколько это будет прибыльно и со смыслом, чтобы приобретать и чтобы вкладывать в это все дело. Заключительные стадии 8 матчей пройдут в стадии лучших 8, там сразятся с 23 по 30. То есть, значит, окончание танкофонда будет 30 числа. Ну и анонс у нас будет 4. То есть, грубо говоря, 20, сколько там, 20 где-то 6, 27 дней танкофонд у нас продлится. Из этого можно сразу сделать вывод. Если анонсируют его там в начале июня, либо в конце мая, ну там можно даже, если честно, посмотреть по числам. Скорее всего, анонс будет в четверг. А четверг у нас получается 30 мая. Значит, 30 мая будет анонс танкофонда, скорее всего. И с 3 мая, наверное, он стартанет. Либо с 4 июня он стартанет. С 3 или с 4 июня он стартанет. Ну и продлится уже как раз до 30 июня. В этом году решили вот так вот максимально быстро провести весь этот турнир. Для меня это, если честно, немножечко удивительно. Что настолько сжатые графики у нас получаются по этому танкофонду. Но в любом случае, это танкофонд. И это та вещь, которую ждут миллионы игроков нашей игры. И ждут и верят, что именно сейчас в этом танкофонде будут хорошие, качественные, ценные призы. И я, если честно, в это тоже верю. Поэтому надеемся на то, что этот танкофонд нас не подведет. И здесь мы не заскамимся, не перескамимся, не станем мамонтами жесткими. А увидим четкие контентовые призы. Сделаем рекордные цифры. И будем рады видеть этот киберспортивный танкофонд. Пишите, что вы думаете по поводу киберспортивного танкофонда. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.